Добрый мой коллеги, я представляю компанию GeoTechnologies, входит в группу компаний хай-тек. На хай-тек это группа компаний, там много чего. Вот это направление микроэлектронное. Еще доклад посвящен аппаратным устройствам, потому что когда мы говорим об искусственном интеллекте, как-то за кадром остается то, что любого искусственного интеллекта потребляет колоссальное количество вычислительных ресурсов. И в настоящий момент все эти вычислительные ресурсы обеспечиваются импортными базами, вообще импортными устройствами. Соответственно, в нашей компании сделана попытка как-то это зависимо снизить, либо там вообще заменить. Снимать сайт. Вот это вот представлено IP-едро нашей разработки. Мы им занимались, компания занималась с 17-го, 18-го года. И на момент идеи это было достаточно революционное мысло. Сейчас это уже довольно часто, почти во всех ускорителях для нейронной сети используется. Но мы заложили две идеи. Базовый это системический массив и использование целочисленных данных новой ограниченности. Это позволяло нам сразу на кристалле использовать десятки тысяч вычислительных элементов, чего, скажем, для оплавающей арифметики не разрушена. Ядро полностью собственной разработки, процентурально чистое, никакое зависимости не покупное, не без open-серсов. Дальше. Ну, IP-едро, это, скажем так, идея, которую еще надо померить. Мы эту идею реализовали при проектировании, при приготовлении микросхемы. Представленную микросхему на основе нашего ядра. Здесь реализованы 16 тысяч вычислительных локов. Почему мы за один так способны, по-моему, прицепительные сочи операции? Вот так. Ну, и обрамлено набором современных, так сказать, интерфейсов, как ТИАР, PCI-Express и так далее. Микросхемы изготовлены на Тайване по технологии 22.7 HPC Plus. Почему-то на Тайване, я думаю, всех они намочат, поэтому они еще будут. Следующий. Вот. Это был наш первый опыт в микро-процессе строения микролитоники. Мы считаем, что он был довольно удачным. Микросхема в целом получилась и показала заявленное свойство. То есть мы можем уже поднять цели, чтобы он так под устройством, а вазе по микросхему. Следующий. Ну, это вот предсерийные образцы, которые мы уже наденяли, на которые мы сейчас ведем исследование и проводим замеры, и уже потихонечку начинаем отдавать, скажем, дружественные нам близкие к великим кастерам с организацией. Это вот одна процессорная модуль. Следующий слайд. Ну, показаны результаты наших собственных замеров на традиционных ключмарках, которые применяют по всем мире, в частности, там, МОПЕС, тест МОПЕФ, это тест сеть распознавания классификации изображения Лизна-50. Ну, показаны данные, которые очень не стыдно показать, которые сильно превосходят любой универсальный процесс для холожи-лифа. Ну, скажем, из реальных конкурентов это NVIDIA с графическими и тензорными ускорителями. Следующий слайд. Здесь вот, пока приведены результаты независимого измерения, сравнительные результаты производительности с тем же NVIDIA с популярной карточкой ОЖИНС. Вот, базовый такой критерик, это не больше 30 градусов устройства. И видно, что мы превосходим по производительности самые популярные лидерские карточки, которые изготовлены гораздо более современные технологические нормы. Конечно, здесь есть нюанс. Мы используем целочисленную арифметику, а не используем плавающую арифметику. По этой причине у нас часто задают вопросы и пытаются падать здесь. Следующий слайд. Если вы используете целочисленную, то ваша точность должна падать. Ваши данные показывают, что на тех сетях, которые мы используем, точность не падает, там составляет потеря точности менее полный процент. Следующий слайд. Это другой модуль, уже двух процессов, который очень интересен, там, у нас очень крупных заказчиков. Они тоже проводили измерения, их устраивает, и работоспособность это больше, но, по-моему, уже эти результаты достаточно притворительного для замены каких-то разрешений нет. Следующий слайд. На первом модуле мы на 500 МГц работаем, следующий слайд будет. То есть здесь уже нам удалось подобрать вибра-схем, которую мы разогнали до 800 МГц, и по каждому результату там трое выше, чем вот это на процессорном материале. Такие показатели очень исключительно показать, как кому-то, тем более, учитывая 28 мм веке. Следующий слайд. Вот этот слайд вообще показан впервые, но, наверное, более технически, в зависимости от потребления, от производительности. Приятно, когда микросхемы и вообще модуль идутся по соответствии с тем, не будем их рассказать дальше. Если те модули были первыми нашими образцами, с некими детскими ошибками, с проблемами по комплектации, которые образовались за последние годы, пришлось на ходу внимания, устраивать новые каналы поставки. Значит, мы уже вот с этим докладом выступаем достаточно давно, мы спрашиваем, модули-то давайте, давайте сейчас показывать, пора раздавать, продавать и так далее. Вот этот модуль уже планируется как такой предсерийный, серийный. Уже идет закупка, там, десятка штук, которые, наверное, мы будем раздавать. И главный выпуск, это несколько сотен таких модулей уже для того, чтобы индустрия знакомилась с нашими решениями. Следующий слайд. Железо – это хорошо, модули – хорошо, микросхема – хорошо, но в таких вещах, в первую очередь, конечно, это программное обеспечение. Программное обеспечение полностью нашей разработки не предполагает каких-то кардинальных изменений. Мы берем на вход обученную сеть на том же TensorFlow и в Appaltoch, стандартным способом преодозуем ее, и уже нужно решать задачи. Следующий слайд. Поскольку нет сейчас еще возможности всем доставить модули, есть удаленный сервис, в котором уже один из модулей воткнут. Пользователи могут зайти, отквантовать свою сеть, по мере производительности, вообще устраивать. Вот уже там, может, десяток, наверное, даже больше нескольких десятков компаний этот путь прошли и проходит. Следующий слайд. Это образец применения пользовательской сети. Беспилотный комбайн. Коллеги заменили, вынули Джетсон, ставили наш модуль. Сеть заработала. Все, что только, наконец, мы можем начнем поставлять уже обратное, уже серийное изделие. Среди вещества. А вот самый больной вопрос. Да, серия, серия. С начала безвестных событий. Наши шабланы про топливные. Мы изготовить на ТСМС. Эти микросхемы уже не можем. Мы, как сказать, оказались заблокированы. Что делать? Следующий слайд. Ну, мы двигаемся вперед. Подготовили уже в настоящий момент новую версию этой микросхемы, улучшенную, дополненную, где изменили несколько топологий, чтобы она там не была, не определялась. И самое главное, что мы диспетчеры совместимы по корпусу, по выводам и наработанные модули, чтобы они готовы под новую микросхему. Доработали уже нашу архитектуру с точки зрения и своих действий. Подняли частоту. Ставили средства производственного тестирования. Уже ожидаем в конце этого года, начало следующего, уже реально сирийную партию, уже новых микросхем. Как мы будем изготавливать этот вопрос такой организационно-политический, здесь мы будем говорить. Следующий слайд, мы на все. Спасибо. Да, спасибо. Очень интересно. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»